Здравствуйте, уважаемый телезритель! У нас с 1 января, это текущего года, значит, изменение, новый формат, новой адресной социальной помощи. Если до текущего года у нас действовало три вида помощи, это у нас адресная социальная помощь, детское пособие и пособие по многодетности, то эти три формата у нас объединились в единый формат. Те женщины, которые до 1 января получали пособие по многодетности, они будут далее продолжать. А те женщины, которые имеют, например, трех детей, в этом году они рожают четвертого, то в этом случае пособие по многодетности им не будет назначаться, они должны будут обращаться к нам в Центр занятости. Сейчас у нас специалисты Центра занятости по двум адресам, это у Алиханова 12 и Санкибая Батера 249, Народная канцелярия, ведут прием документов. Но если говорить о итоге за январь месяц, подвести, то к нам обратилось 988 человек, из них мы на 1 февраля назначили 257 семьи. У нас новый формат адресной социальной помощи делится на два вида, это обусловленная денежная помощь и безусловленная денежная помощь. Безусловленная денежная помощь, она назначается тем семьям, где нет трудоспособных членов семьи, или трудоспособные члены по каким-то объективным причинам, например, по состоянию здоровья, не могут участвовать в активных мерах содействия занятий. Им назначается ежеквартально и выплачивается ежемесячно. А обусловленная? Обусловленная денежная помощь, если в составе семьи будет трудоспособный член семьи, он обязательно должен участвовать в активных мерах содействия занятости. Это значит, он должен будет либо у нас пойти на постоянное трудоустройство на те вакансии, которые у нас есть. Также мы ему предлагаем курсы переподготовки, возможность получения микрокредита. И весь этот пакет назначается у нас на сегодняшний день от черты бедности. Черта бедности у нас составляет 50% от прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 11 219 деньги. Значит, обращаясь к нам в органы занятости, если эта семья сдает пакет документов, и при исчислении совокупного дохода семьи, если не превышает черту бедности, то мы им назначаем. Но, к сожалению, на сегодняшний день к нам обращаются семьи, где превышение доходов. Это значит, учитывается весь совокупный доход семьи, совместно проживающих и прописанных по этому адресу. Это есть, например, сегодня, если семья проживает с родителями с пенсионного возраста, то, естественно, пенсия учитывается. Есть женщины, например, скажем, матери-одиночки, которые находятся в разводе, мы с них просим обязательно, чтобы они нам предоставляли решение суда о назначении алиментов. Есть женщины, которые на сегодняшний день не обращались за алиментами, значит, мы им рекомендуем обратиться. Черта бедности – это какая сумма дохода должна быть, чтобы провести эту черту бедности? Ну, знаете, здесь же будет в зависимости в составе семьи сколько человек. Ну, на каждого человека какой должен быть доход? На каждого человека не должно превышать 11 219 тенге. Если, например, скажем, ну, семья, муж, супруга и двое детей, супруга находится по уходу за ребенком до 7 лет, у нас по закону она имеет право сидеть по уходу за ребенком до 7 лет. Супруг, скажем, зарабатывает, ну, минимально 30 тысяч тенге в месяц при разделении на четверых человек, это будет, грубо говоря, да, может быть, сколько, 8? Да, по 8, по 9 тысяч. Да, 8 тысяч тенге. Естественно, они могут претендовать на этот вид помощи. А какой, вот, ладно, вид помощи, какая сумма выплачивается в таком случае семье? Если, вот, я говорила на примере 30 тысяч, 4 человека, ежемесячный совокупный доход на каждого члена семьи будет составлять 8 тысяч, у нас черта бедности составляет 11 219, это разница. Вот вы доводите до этой черты, да? Да, мы доводим до этой черты и выплачиваем на каждого члена семьи, на всех четверых. И эта сумма будет выплачиваться в течение 6 месяцев при обусловленной денежной помощи, она будет выплачиваться в течение полугода. Если мать-одиночка, она воспитывает ребенка-инвалида, и ей какие-то выплаты предназначаются или нет? Или только вот ему только по инвалидности выплачиваются? Да, я вам говорю, если она по уходу за ребенком-инвалидом высчитывается совокупный доход семьи, если не будет превышать черту бедности, то будет назначаться и на нее, и на ребенка. Если ранее государственное детское пособие до 18 лет назначалось только на детей, то в этом случае на каждого члена семьи будет назначаться. Но здесь, смотрите, еще одно момент. Если трудоспособный член семьи, скажем, супруг на сегодняшний день занимается самозанятой, сюда где-то подрабатывает неофициально, здесь в нашем случае он обязательно должен или легализовать свою работу, где он работает, или пойти на курсы переподготовки. Мы можем также его направить на социальные рабочие места. Для выпускников, которые на сегодняшний день находятся без работы, завершили учебное заведение на молодежную практику, в этом случае... Это обусловленная денежная помощь. Да, и на него будет назначаться. Это обусловленная помощь. Если по каким-либо причинам он откажется, скажет, не буду я участвовать, не нужна мне ваша работа, я сам заработаю, то в этом случае мы ему отказываем. Именно ему, а уже супруге и детям будет назначаться. Вы говорили, что до января многодетные матери получали пособие по многодетности, а теперь с 1 января они не будут его получать. А какие-то помощь, какую будут получать? Многодетные мамы, которые получали на 1 января по многодетности пособие, они также будут... Нет, а вот если вот уже родила... А которая в этом году родит, скажем, четвертого ребенка, она в этом случае должна будет обратиться к нам за назначением адресной социальной помощи. А, то есть будет она, да, эта социальная помощь? Будет. Мы будем смотреть, опять-таки, на доход семьи. Если не будет превышать, будет назначаться на всех. Ну, мать, которая воспитывает 4 детей, раньше, мне кажется, не зависела от дохода, ей назначалась как многодетная матери. И вот, вот я же говорила ранее, что 3 вида помощи у нас объединяются в единый формат, новый формат адресной социальной помощи. Хорошо, вот из тех людей, которые к вам обратились в этом году, вы можете разграничить по каким слоям населения? Ну, то есть, кто многодетные матери, кто инвалиды и так далее, или у вас это не учитывается, общее число только? Здесь у нас на сегодняшний день на руках общее число. Я просто могу сказать, что из них у нас на обусловленные 135 семей, и на безусловленные у нас 122 семей. Вы сейчас вот по обусловленной социальной помощи, на какие специальности проводите обучение и переподготовку? Какие сейчас специальности у вас требованы так, чтобы люди, которые, правда, работали в теневом бизнесе, и с этого года должны получать такую обусловленную помощь, на какие специальности они могут пойти так, чтобы трудоустроиться официально, и можно было бы прокормить свою семью? Ну, на основании утверждения региональной комиссии у нас утверждается перечень учебных заведений с указанием специальности. Вот сейчас, например, если говорить про мужские специальности, на сегодняшний день те, которые востребованы, имеют спрос, это, наверное, электрики, газоэлектросварщики, в основном вот рабочие специальности. Для женщин это всегда, мне кажется, спрос всегда в сфере услуг. Это у нас и повара, это у нас швеи всегда востребованы, поэтому на те специальности мы... Ну, по сути, это как раз-таки те специальности, по которым, вот в отношении которых и было у нас развито такое теневое трудоустройство, когда люди в основном в строительной сфере, мужчины, да, а женщины в сфере услуг могли заниматься это на дому, или просто так по звонку, по объявлению, вот, и за это не платили налоги. Но теперь, вот если их будет обучать, примерно сколько, какое время обучения, и в течение обучения им же тоже нужна какая-то денежная помощь, что будет оплачиваться им стипендии и так далее? Ну, у нас курсы переподготовки рассчитаны от одного до трех месяцев. На сегодняшний день оплата за одного студента, так сказать, да, обучающихся будет составлять 27 тысяч тенге, и плюс будет выплачиваться стипендия в размере 16 тысяч 700 тенге в месяц. Ну, смотрите, в прошлом году мы, например, обучали рыбоводов, лигерей, они на сегодняшний день трудоустроены. В этом году, может быть, хотим что-то, может быть, в другом направлении, может быть, привлечь именно в плане растеневодства, нетрадиционные виды, да, это пчеловодство, может, кто-то захочет. В прошлом году вот у нас обучались в учебном центре АЗАЯ, женщины швей, из них вот два человека открыли себя как индивидуальные предприниматели. Ну, возможности большие, самое главное, зависит от самого человека. Правда, спасибо большое. Хорошо. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии была директор центра занятости города Актубе, Гульшат Конторбаева. Спасибо большое, Гульшат. Это была программа «Из первых рук», и я ее ведущий Антон Пережогин. До встречи.